Это нормально иногда, что тебе приходится верить. И это не значит, что ты какой-то ненормальный. Это наоборот говорит о том, что ты нормальный. Вот. И я бы хотел просто, чтобы мы сегодня вот именно практически какие-то советы получили и вот начали, ну, так сказать, управлять что-ли верой, да, лучше управлять верой. И сегодняшняя тема, она будет о врагах веры. Вот я сегодня, я так для себя выделил, есть для меня, да, их, наверное, больше этих врагов, но я четыре врага таких веры выделил, и о них хочу говорить. Именно чтобы у нас была вот эта практическая часть нашей жизни. Первый враг, ну, такой очевидный, это сомнение. Второй, неверие, страх, это вера в негатив, да, или неверие. Третье, это гордость. И четвертое, невежество. Вот об этих четырех таких врагах веры я бы хотел поговорить. Потому что они разные, на каждую, на каждого из них можно было сделать свою проповедь, но мы бы растянулись, поэтому я просто хочу вот так вот в какой-то такой сжатой форме немножко, вот, так сказать, полечить что-ли вашу веру тоже. Потому что, ну, вера нуждается вот наша в назидании, да, она нуждается в пище. И, итак, первый враг сомнения. Можем открыть Иакова. Первая глава. Можно мне Библию вот из того ящичка? А, что, мне не включен, что ли? Я так громко говорю, что... Оказывается, язык есть, да, Ваня? Тоже сказать мне об этом. Ну, я показывал. Я думал, повыше поднимей. Иаков, первая глава. Знаменитые стихи. Ну, всем же нам хочется от Бога получать, правильно? Вот, ну, вот мы действительно получаем от Бога веру. Просто такие стихи. Все возможно верующему, да? Все, что будете просить в молитве у меня, верьте, что получите. И всем нам хочется получать. Аминь. Всем нам хочется получать от Бога ответы на наши молитвы. Ну, вот есть одно такое условие, верите. И оно, с одной стороны, простое, а с другой стороны, вот, требует внимания. Да, вот, ну, что, что такое вертит? Вот, да? Мы, наверное, ни одно сомнение не пущу, не... Верю, 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 верю. Все, не верю. Не верю. Перенапрягся. Верите. Вот. Ну, как я говорю, вера, это что-то такое, знаете, комплексное состояние. Оно, вот, как бы, оно одно, но у нее есть несколько грани. Вот. И первое, это сомнение. Шестой стих, первая глава. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да и не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями, с двоящимися мыслями, не тверд во всех путях своих. Аминь. Да, вот так просто Яков, да, или Божье Слово через апостола Якова нам говорит такой совет. Он такой простой, но как это делать? Что делать? Как? Потому что, ну, вот мы просим, мы хотим, мы ждем. И вот хочешь не хочешь мысли-то приходят. Правильно или нет? И вот, и что такое сомнение? Вот само слово сомнение мне больше всего себя открывает. Со-мнение. Собрание мнений. Собрание различных мнений. Твое мнение, еще чье-то мнение, да? Еще какое-то мнение. Бесы могут свое мнение подкидывать, да? Сатана может мнение подкидывать, да? И вот мы, получается, вот такие гонимые ветром. Подуло суда, такое мнение пришло, такое мнение пришло, и мы вот начинаем сомневаться, начинаем колебаться, да? И не хотел об этом много говорить, у меня есть просто некое лекарство против этого. Я для себя когда-то вывел, просто хочу поделиться этим советом. Иисус тоже, для меня это Иисус его дал как раз против сомнений. Это настойчивость. Помните, Иисус однажды учил учеников молиться, и Он дал такую притчу, что один человек пришел к другому ночью попросить хлеба. И тот ему говорит, я уже сплю, ноги помыл, все мы уже спим, приходи завтра. И что, тот, послушался его? Нет. Тот говорит, дай хлеба. И тот, одевая тапки, пошел, ладно, надя хлеб, а то не дашь спать. Правильно? Представляете, и вот Иисус нам говорит, что вот вы будьте такие к Богу. Вы представляете, вот сам Иисус говорит, да? Оно же вроде как бы, да, не тактично, оно же вроде как бы, да, слишком нагло так, настойчиво. Но Иисус говорит, ну вы будьте такими. Будьте такими вот к Отцу, к Богу, да? То есть, ну для меня это, это как раз исцеление против сомнений. Ты не даешь месту, место сомнений. Ты просто продолжаешь просить, ты просто продолжаешь настаивать, да? Ты не начинаешь разговаривать с этими аргументами, ты не начинаешь сомневаться, он может действительно завтра прийти, да, вот как тот человек. Нет, он знал свою цель, да? То есть, да, вот, и второй момент, такой же важный для того, чтобы у нас не было сомнений, вот в нашей вере, в наших просьбах к Богу, это конкретика. Что мы от него хотим? Чтобы мы четко умели формулировать то, что нам от него нужно. Чтобы мы не были такие вот, ну, нытик, которые, фу, фу, плохо, вот, не знаю, ну, что-то нужно от Бога, а что конкретно нужно, даже сам не знаешь. Потому что вот, ну, вот, умей сформулировать свою нужду перед Богом. Умей быть настойчивым, умей быть вот таким конкретным, потому что Иисус, он часто, да, его там спрашивают, что ты хочешь от меня? Видеть хочу, да? Вот был этот слепой. И он ему говорит конкретно, мне нужно зрение. Он был настойчив, и он был конкретен. Аминь. И вот это вот для меня вот просто первое, я много не хочу говорить о сомнениях, потому что, ну, а что о них много говорить? Правильно или нет? Их нужно просто отсеивать, их нужно отрезать конкретикой и настойчивостью. Конкретикой и настойчивостью. И вот, ну, ты приходишь к Богу и решаешь с Ним свою проблему, конкретную проблему. Да, сегодняшнюю проблему. Не всю проблему всей твоей жизни, как живется трудно и так далее. Бог, ну, не знает, но ты, ты разберись, ты конкретно, что от меня хочешь. Здесь тоже есть, ну, как бы, вот, опять же, вот Вакова, откуда он пришел к этому, да, что просить у Бога. Здесь как раз есть, да, что если у кого из вас не достает мудрости, то допросит у Бога. Если ты не можешь сформулировать свою проблему, свою конкретику, тогда попроси сначала мудрости, для того, чтобы ты смог увидеть. Потому что мудрость, как открытые глаза, да, если ты пойдешь по этому пути, будешь просить у Бога мудрости, будешь просить у Бога конкретно, да, чтобы видеть. То ты получишь видение, получишь конкретику, получишь, ну, ясные отношения с Богом. Аминь. Потому что, вот, ну, вера, она не просто, вот, знаете, вот, то ли есть, то ли нет. Бог личность, Бог конкретный, да, вот, к нам, когда люди приходят, что-то просить, нам тоже хочется конкретики. И нам не нравится, когда человек приходит, и вот если он, ты уже знаешь, что ему нужно, там, например, да, или, ну, иногда даже бывает, что он и не знает, что ему нужно, и он сам не знает, что нужно, что-то вот нужно. И нас раздражает такой подход. Правильно или нет? Ну, ну, поэтому будьте конкретными, будьте настойчивыми. И вот это и будет уже, да, вера Божья. Да, потому что Иисус в одном месте тоже говорит, да, имейте веру Божью. Потому что если будете иметь веру Божью, скажете, горе и сей, передвинься, и свернись в море. И все, что не будете просить в молитве, верьте, что получите. Вот, мы, ну, как мы должны собираться в этом. Второй враг. Какой второй был, кто помнит? Неверие, да? Неверие, это, это не сомнение уже. Это уже немножко другое. Ну, и не немножко. Неверие можно больше сомнить. То есть, как бы, сомнение, это я все-таки верю, да, и вот там куча мнений, да. А неверие, оно прям вот, оно такое противоположно вере. Или, грубо говоря, это вера в негатив, или в страх. То есть, неверие, это как страх, да, который... Ну, самый лучший, самый лучший пример неверия, да, это вот вход израильского народа в землю Абитаван. Вот оттуда мы можем увидеть, что Бог и в Библии говорит, ну, в Новом Завете тоже говорит, что Бог вывел народ из Египта, а потом неверующих погубил в пустыне. У них было неверие, они роптали против Бога, они постоянно вот отказывались верить. Они вот этот страх ставили больше, чем Бога. То есть, да, когда вот, ну, Иисус говорит то, что скажи горе, это говорит о том, что вот, ну, в нашем откровении внутреннем гора не должна быть больше Бога. Но, если ты будешь смотреть на гору только, да, какая гора и как она передвинется, да, как она вообще в море вернется, как это произойдет, то ты выпрешься в тупик. Гора победит твою веру. Но если ты будешь понимать, что Бог больше горы, Бог сильнее горы, Бог сильнее проблемы, Бог над проблемой, Бог над всеми проблемами, Бог царствует. Если Бог начал во мне делать, то Бог закончит. Аминь. И, ну, и я, соответственно, я это неверие я отбрасываю, я, ну, я делаю Бога больше, да, стараюсь делать Бога больше в своем откровении, в своем внутреннем отношении к Нему. Бог больше, чем та проблема, которая есть. Даже если я не вижу, как она решится, мне не нужно представлять, как это будет, мне не нужно полностью весь этот процесс, мне в первую очередь нужно просто верить, то, что Бог может это решить. Как? Это уже второй вопрос. Это уже другой вопрос. И вот проблема вот этих людей, которые в землю обетованную входили, да, мы видим, что Бог их взял, Бог их провел через море, Бог дал им манну, они видели столб огненный, облако, да, и столб, ну, видели чудеса, видели знамения, действительно чувствовали, ощущали Божью силу. Они понимали, что это не они сами вышли из Египта, да, и они это как бы видели. И когда Бог их подвел к земле обетованной, и там нужен был уже начать действовать другой принцип, да, что они уже эту землю обетованную должны были завоевать. Но тот же Бог был с ними. Аминь. И им нужно было, ну, как бы верить в то, что у них все получится. Уже у них получится. Они уже вот, ну, да, это говорит нам о том, что, ну, вот наша вера, она, и наша жизнь с Богом, она должна меняться и трансформироваться. Вот это и говорится о том, что из веры в веру, правильной верой уже будет. На каком-то этапе Бог все делает за тебя. Но в какой-то момент Бог тебя подводит, и Он тебя хочет довести до того, чтобы, вот, потому что вход в твое самое лучшее будущее, в твое землю обетованную, он именно вот в том, что ты туда будешь входить. Бог, ты уже будешь, как бы, добиваться определенных моментов той же веры, с тем же Богом, но уже ты. Вот, и, ну, и тут вот сложный переход иногда бывает. Из младенческого состояния во взрослое состояние. Из веры в веру. Но, ну, и вот тут вот включается вот это неверие. И вот эти люди, да, они, помните, да, как там они входили. Бог послал старших посмотреть землю обетованную. Те сходили, посмотрели. Да, говорят, земля шикарная, все хорошо, все, как и Моисей говорил, течет молоко и мед. Ну, там очень сильный народ. У нас не получится. Они нас победят. Мы как будто саранча в ихних глазах. И только лишь два человека, Иисус Навин и Халев, они говорили, у нас получится, мы завоюем. Да, вот, то есть, два человека этих, которые говорили, у нас получится, мы завоюем. Все остальные убедили народ не ходить. Опасно. Вот этим, они заразили вот этим неверием, да. И мы видим, что та пустыня, которая должна была быть 40 дней, или там 11 дней, неважно, да, но очень мало. Она продолжалась 40 лет, и даже другими словами, до конца жизни этих людей. Вот. Поэтому, не будь неверующим, но будь верующим. Потому что вот твоя пустыня, срок твоей пустыни зависит от того, от твоей веры. Если ты веришь Богу, если ты входишь в землю обетованную, хочешь входить в землю обетованную, ну, Бог тебя поведет, ты будешь входить в свою землю обетованную, в свои обетования, в свое самое лучшее будущее. Такова Библия. Понимаете? Я просто хочу еще раз сказать, что для каждого человека есть земля обетованная. Это принцип Божий. Это вход в твое будущее. В твое светлое будущее. В твое благословенное будущее. Он будет, ну, не без труда, не без войны, но он будет обязательно. Или есть другой вариант. Умереть в пустыне. Ты будешь верующим, ну, как бы, да, номинально верующим, в числе народа Божьего. Ты даже можешь ходить в церковь. И, ну, никогда не войти в землю обетованную. Из-за своего неверия. И это, вот я говорю, что это не потому, что вот Бог какой-то вредный. Это просто принципы, описанные для нас. Вот. Поэтому просто, ну, как бы, я знаю, что если у тебя есть живые отношения с Богом, ты не пропустишь свое время входа в это. Ну, просто будь научен через этих людей, через то, что описано в Библии, да, будь, как бы, осторожен вот с этим неверием. То, что ты провозглашаешь, то, что ты произносишь, да, то, что ты, как бы, вот, ну, не получится, да, не мое, и так далее. Если Бог открывает, если Бог с тобой, Бог тебе показал, что, вот, Он тебя любит в Иисусе Христе, Он тебя спас, Он тебя привел в церковь, Он говорит с тобой. Соответственно, ты должен понять, что у Него есть план для твоей жизни. Вот, это Он, это не я вам говорю, это Он вам говорит через Библию, что для каждого человека есть земля обетованная. Есть вот это вот лучшее будущее, которое Бог хочет привести. План Бога, Он полный. Он не просто вывести тебя из земли египетской. Он не просто для того, чтобы ты не грешил. Понимаешь? Не просто для того, чтобы ты такой очистился, такой стал святой и ждешь билет на небо. Пока приедет паровоз с сумками, сидишь на вокзале, и вот, чтобы тебя увезли быстрее отсюда. Нет. Бог хочет, чтобы ты прожил полную, насыщенную, благословенную жизнь. Скажи о Мехе. Вот, просто начинайте в это верить и начинайте это ждать. Ну, когда Бог будет вводить. И когда Бог тебя будет вводить, ты входи. Не отказывайся. Не сомневайся. Не являй вот это вот неверие. Не включай вот эти свои представления. Или вот этот вот принцип наблюдателя. Помните, я как-то год назад мы разговаривали об этом. Эффект наблюдателя. Это вот в физике есть, в квантовой физике. Делали опыты и вот, кто если помнит, изучали там волны, частицы, как они себя ведут. И делали эксперимент. Ставили вот пушку такую, которая стреляет в фотон. Вот частичкой света. И потом ставили такое препятствие, в которое было там, ну я не помню, неважно, там одна прорезь, две прорези. И вот фотон, пролетая, через эту штучку разбивался там на линии. Ну короче, определенный рисунок был. И они потом стреляли двумя, потом сделали решетку. Ну короче, не так важно это, но суть была в чем. Потому что я правильно все равно не объясню. Но суть была в чем. Что ученые были в шоке. Ну то есть, когда они изучали этот процесс, стреляли одним, получалось одно. Стреляли несколькими, получалось совсем другое. Как будто бы вот, ну, вот эта вот частичка, она меняла свои свойства. Она должна была быть частичкой, когда была одна, когда их было там много, она становилась волной. Там одним фотоном стреляли, один фотон пролетал одновременно через две прорези. Вот они что, они видели. Растворился. Ну короче, да, я просто не хочу, просто мне это нужно вот объяснить. Я не хочу вот полностью, чтобы мы поняли, как там фотоны летят. Там смысл был в том, что в этом эксперименте было что-то неясное, непонятное. Не должен был фотон себя так вести, когда он пролетал сквозь вот эту решетку. По законам физики, он должен был вести себя вот определенным образом известным уже ученым. И они не поняли, ну вот как это такое может быть. Вот он там, когда, ну там, один пускают, да, через одну пускают один рисунок, через две пускают другой рисунок. Что-то изменяется. Но объяснить это невозможно. И знаете, что они сделали? Они поставили после вот этой решетки, они поставили наблюдателя, камеру. Чтобы смотреть, что происходит, вот когда он пролетает сквозь эту решетку. И вот где происходят эти изменения, что там происходит, как это понятно. Помните, что там произошло? Фотоны стали лететь так, по законам физики. Вот как только они поставили наблюдателя, вот эти вот частички стали лететь по учебнику. Вот так, как должно быть. Убрали наблюдателя, они начинают лететь по-другому. Представляете, вот просто, поэтому и называется эффект наблюдателя. То есть, как только они стали наблюдать за вот этими частичками, что же там происходит, частички сейчас сразу по закону стали лететь. Все, ничего сверхъестественного не происходит. Как только они убрали опять наблюдателя, частички опять нарисовали тот рисунок, который вот не должен был бы быть. Понимаете? И вот такая вот сверхъестественная вещь. То есть, получается, что наблюдатель изменил физические свойства. И вот, ну и я примерно про это, да. Это вот когда наши представления о том, как мы своими представлениями пытаемся, наблюдая за Богом, как он сделает. Вот мы включаем эффект этого наблюдателя, и там ничего не происходит. Потому что мы подглядываем, потому что мы вмешиваемся в то, что нам не нужно вмешиваться. И вот принцип у неверия, там, частичного сомнения, он такой. Что вот мы начинаем вмешиваться, мы начинаем наблюдать излишне, контролировать. И получается неверие, и Бог не делает. Помните, как вот в своем селении Иисус, у них было неверие. Они отказались верить. Иисус во многих городах уже был про Него слух, что Он исцеляет, воскрешает, чудеса делает. И пришел в свое селение, написано, и не мог там сделать никакого чуда. Кровь только на немногих больных, возложил руки и исцелил их. Часто вот, ну вот, у нас так бывает. Мы как родственники Иисуса. Все контролируем, все знаем. Потому что они говорили, ну, это же Иисус, Он же с нами здесь вырос, мы и братьев Его знаем, мы все знаем. То есть, и все. И вот они включили вот этот вот эффект наблюдателя, контроля. Как так может быть, что это Сын Божий? И Бог перестал там действовать. Вот таким вот образом бывает. Поэтому не контролируйте Бога. Не контролируйте Бога своим неверием. Да? Вот мне очень нравится, вот как Бог сказал про Халева. Вот одного из этих двух людей. Который... Дайте ему просто открою числа. Тринадцатая глава. Почитайте дома числа в этом месте, вот как народ Израиля входил в землю Абитаванна. С 28 стиха я прочитаю, тринадцатая глава. И рассказывали ему, Моисею, да? И говорили, этот вот народ, который ходил в землю Абитаванну. Мы ходили в землю, в которую ты послал нас. В ней подлинно течет молоко и мед. И вот плоды ее. Но народ, живущий на земле, той силен. И города укрепленные, весьма большие. Сынов инаковых мы видели там. Амалик живет на южной части земли. Хитеи, Еусеи, Амареи живут на горе. Хананеи живут при море и на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем. Говоря, пойдем и завладеем ею. Потому что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ним, говорили, не можем мы идти против народа сего. Ибо он сильнее нас. И спускали худую молву о земле, которую они осматривали. Между сынами Израилевы, говоря, земля, которую проходили для осмотра. Есть земля, поедающая, живущая на ней. И весь народ, который мы видели, среди ее люди великорослые. Там мы видели и исполинов, сынов инаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших, пред ними, как саранча. Такими мы были и в их глазах. Вот у них тоже эффект наблюдателя включился. Они все вот видели через свои глаза. Свои глаза. Они даже глазами их смотрели на себя. Они говорят, мы в своих глазах были перед ними, как саранча. Такими же мы были и в их глазах. То есть вот, да, вот он страх. У страха глаза велики. Правильно? Вот. Поэтому мы просто должны это понимать, этот принцип, да, и противостоять ему. И все. И вот мне понравилась фраза, тут одна просто в интернете прочитал. По-моему, Марк Твенгин сказал, что... Я ее написал сейчас. Смелость – это сопротивление страху и контроль над страхом, а не отсутствие страха. Еще раз, да? Смелость – это сопротивление страху и контроль над страхом, а не отсутствие страха. То есть, ну, страшно всем. Страшно бывает всем. И если, ну, как бы, вот в этот момент страшно, трудно, ну, контролируй страх. Контролируй и сопротивляйся ему. Вот. И вот мы видим, что вот Халев, он успокаивал народ, говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. И вот в итоге итог. Четырнадцатая глава числа. Что, как Господь разгневался на народ. И сказал, двадцатого стиха. И сказал Господь Моисею, прощаю, по слову твоему, да, вот, Моисей стал заступаться, потому что Бог хотел вас. Вообще уничтожить народ. Но жив я, и слава Господней полна вся земля. Все, которые видели славу Мою и знамения Мои, сделанные Мною в Египте и в пустыне, и искушали Меня уже десять раз и не слушали глаза Моего, не увидят землю, не увидят земли, которую я склятво обещал отца Моих. Все, раздражавшие Меня, не увидят ее. Но раба Моего Халева за то, что в нем был иной дух, он совершенно повиновался Мне. Веду в землю, в которую Он входил, и семьи Его наследуют ее. Вот, мы должны вдохновляться этими примерами из Библии. Верить, да, что Бог приготовил для нас будущее, Бог приготовил для нас землю, Бог приготовил для нас самое лучшее. Вот, что план Бога заключается не только в том, чтобы спасти тебя от греха, чтобы ты не грешил, да, и живи, но благословить тебя. Аминь, вот, вход в землю обетованную является благословением твоей жизни, полнотой. Но там будут работать некие другие принципы. Бог все за тебя делать не собирается. Ну, он тебе обещает, что у тебя получится. Третий враг веры. Да, мы посмотрели сомнения, посмотрели неверие. Третий враг веры. Горлость. Давайте мы откроем. Лука. Читать, читал. По-моему, 17. Сейчас поищем. Короче, это про... Сейчас скажу. Это про фронт? Нет. Да, 17 глава, с 5 стиха. И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Господь сказал, если бы вы имели веру за зерно горчичное, и сказали бы смоковнице сеть, и сторнись, и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашучего или пасущего, по возвращению его с поля, скажет ему, пойди скорее садись за стол? Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать, и подпоявшись, служи мне, пока буду есть и пить, потом ешь и пей сам? Станет ли он благодарить раба всего за то, что он исполнил приказное? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. И вот на самом деле гордость очень серьезный враг веры. Мы можем иногда не иметь страха, не иметь сомнений, делать определенные вещи для Бога. Бога, да, но мы можем возгорклиться. Мы можем просто перепутать местами себя и просто вот иметь к себе и к Богу неправильное отношение. Я вот как, какое-то время назад мне Бог просто открыл именно вот это место. «Апостолы сказали Господу, умножь в нас веру». И Иисус им говорит, если бы вера ваша была с горчичное зерно, сказали свокомниться и стоимость пересадить в море, то она послушалась бы вас. То есть, другими словами, Он говорит, иметь веру не так сложно. С горчичное зерно достаточно веры. То, что у вас будет вот чуть-чуть веры, вы уже сможете сказать и будет происходить. Но я вижу, что здесь Иисус, Он, вот для того, чтобы, да, когда люди хотят умножения веры, когда люди хотят движения дальше, Он добавляет именно вот эту историю. Я раньше не замечал этого, что именно вот эта история, знаете, вот причем читаешь, например, современный перевод. Там они взяли и разбили на такие участки, озаглавили каждый участок. И там раз о вере. И там и сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Иисус сказал, если бы вера ваша была зерно горчичное, то вы бы сказали, и вот все было бы нормально. И так раз закончилось, и потом там такое оглавление идет о хороших слугах, там что-то такое, да, такое название. Будь хорошим слугой. Вот. Ну, я здесь вижу, что именно к вере Иисус дает эту историю, дает эту притчу, да, дает этот смысл. Да, что они попросили веру, он им говорит, с верой не проблема, зерно горчичное, чуть-чуть есть уже достаточно. Есть другая проблема, гордость. Есть другая проблема, что как вы с этим живете, как вы живете с тем, когда Бог действует через вашу жизнь. Во что вы, ну, как бы превращаетесь, что с вами происходит, как вы на это реагируете, как вы это вообще принимаете. Он говорит, кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращению его с поля скажет, что пойди, сайди скорее за стол. Потому что часто в наших предстоящих, когда Бог что-то сделает через нас или в нас, мы сразу взлетаем. У нас, ну, сразу действительно все хорошо, Бог, Бог со мной, Бог через меня вот это сделал. И вот у человека сразу, он уже даже, ну, он уже хочет признания. Он хочет, чтобы увидели все, услышали все. Самому как бы нравится. И часто, ну, здесь Иисус говорит, кто из вас, ну, вот, то есть иметь для вас веру и делать какие-то дела во имя Иисуса Христа, это, ну, это вообще нормально. Потому что вы мои, и я через вас действую. И вот я говорю, что у нас каждый раз, когда Бог через нас как-то подействует или с нами подействует, мы сразу как будто вот, нам уже награда какая-то нужна. Нам уже надо, чтобы вот это было замечено, отмечено. И пока вот мы не научимся этому принципу, да, тому, что вера, она живет в смиренном сердце. Мы так и будем проходить через вот это, упал-встал, упал-встал. Потому что, ну, как тебя еще смирять? И дальше он дает совет. Напротив, не скажет ли ему, приготовь меня поужинать и подпояшившись, служи мне, пока буду есть и пить, потом ешь и пей сам. Стоит ли он благодарить раба всего за то, что он исполнил приказы, приказания? Не думаю. И вот просто хочу, чтобы вы сами подумали, прониклись вот тем учением, которое здесь Иисус дает относительно веры. Потому что это действительно касается веры. Станет ли он благодарить раба всего за то, что не думаю, да? Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Вот здесь я вижу ключ к имению веры, к тому, чтобы у тебя была вера. Да? Ключ вот к этому смирению. К тому, чтобы мы умели управлять собственными мыслями. Направлять собственные мысли в правильное русло. Не забывали, что, ну, как бы, вот эту поговорку, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали всего лишь то, что должны были сделать. Все, вот, ну, мы должны себя научиться смирять. Для того, чтобы иметь веру, для того, чтобы перестать падать, мы должны научиться себя смирять. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Просто такие практические вещи постоянно наблюдаю, как люди просто падают именно из-за своей гордости. Вот, ну, смотришь, с народом Израиля все время это происходило. Потом, с людьми часто это происходит. Вот он тут косячил, пил, там, я не знаю, ну, у нас в центре, например, да, кто-то из ребят. Пришел смиренный, сокрушенный, был принят, обновлен, восстановлен. И не проходит какого-то короткого времени, как вдруг откуда-то начинается появляться гордость. Он там, кто-то три дня живет нормально, кто-то три месяца живет нормально, да, кто-то там какое-то время живет нормально, и уже все. Слово не скажи, я самый праведный, я все делаю, все правильно делаю, и так далее. Понимаете, перед падением возносится сердце человечества. Мне хочется, чтобы вы это поняли, ребята это поняли. Где-то вот не реабилитационного центра это касается, может быть, не так явно, но я хотел вот именно вот эту вот вещь показать. Что мешает это очень сильно. Что нет смысла в гордости. Мы вот, ну, мы должны это понять, что Бог делает. Бог Господин, да. Поэтому Иисус и приводит эту притчу. Кто из вас, имея раба, пашущего или пасущего, скажет ему, да, вот здесь вот об этом, чтобы мы, когда Бог нас поднимает, восстанавливает, что-то через нас делает, мы вдруг, ну, мы действительно не забывали, кто мы. Что вот, когда мы говорим, что Иисус Господь, это говорится о том, что я Его слуга, я Его раб. Да, что я вот, ну, я это понимаю. И когда Бог что-то делает в моей жизни, ну, Он делает. Потом точно так же все это касается, ну, действительно, вот нашего освобождения от чего-либо, от греха, да, например, от каких-то зависимостей, привычек или еще чего-то, да, каких-то проблем, что, ну, мы должны понять, что освобождает Бог и делает Бог. И это очень важный принцип, потому что, ну, иногда человек пытается сам бороться. Я брошу, пить, курить, еще что-то, да, я сделаю, я сделаю. И вот, ну, это уже неправильный подход. Это уже не подход веры. В этом даже гордыня есть определенная, поэтому у тебя и не получается бросить, остановиться и так далее. Поэтому, ну, вот, нам нужно понять просто, да, оставить в правильной позиции, кто ты, кто Бог, и сказать, Бог, не могу, освободи. Освободи ты. Быть настойчивым в этом, быть конкретным в этом, верить в то, что Он Господь, и то, что Он Бог, и то, что Он сделает. Я в своей жизни получал однажды освобождение таким образом. Была определенная проблема, которая не поддавалась решению. Вот, был грех, который приходил, и я сокрушался, потом, вроде, какое-то время его не было, и потом он опять приходил. И ничего не получалось сделать. Я себе обещал, я давал какие-то обещания, и я не сдерживал их. Богу обещал, там, и так далее. Но, но я продолжал просить, просто продолжал просить, освободи ты. Я не могу сам, я не могу сам, освободи ты. И вот, однажды, прям, настал такой момент, я прям, ну, я помню, как это произошло, причем не произошло, прям, в момент, там, согрешения, или сразу после согрешения, просто я об этом думал, я помню, я ложил плитку, и я, как, голос такой внутри меня, ты будешь свободен, ты теперь свободен, и я, вроде, мне, да ладно, и я с этого момента был свободен. И, ну, вот таким вот образом. Но это произошло, потому что я продолжал сокрушаться, и взывать к Богу, чтобы Он меня освободил, потому что я сам не могу. Вот, поэтому, ну, я хочу, чтобы вот это вот передать, да, именно вот в тему гордости, наверное, даже засунуть, да, что гордость враг веры, потому что вот такая вот, знаете, она такая скрытая гордыня такая, когда ты обещаешь даже Богу что-то сделать. Мы ничего не можем сделать сами. Поэтому не нужно ничего обещать, нужно просто просить, продолжать просить с настойчивостью, с конкретикой, с сокрушением, да, сердца смиренного и сокрушенного Бог никогда не отвергнет. Я живу, говорит, на высоте в святилище, но и с сокрушенными сердцем. И Бог всегда, всегда поднимается с сокрушенным сердцем. И потом твоя задача, когда Бог тебя поднимет, когда ты почувствуешь это, вот, ну, не забудь, что здесь написано. Не забудь в своем сердце вот это говорить, что мы, рабы, ничего не стоящие, то, что всего лишь сделали, то, что повелено. Не я освободился, не я такой хороший, что я бросил, я смог и так далее. Но Бог меня освободил. Аминь. Вот это будет по-настоящему. И ты увидишь, что это больше не будет возвращаться в твою жизнь. Оно не вернется. Потому что, вот, ну, нету гордости. Поэтому, когда я говорю, что вот апостолы сказали Господу, умножь нас в веру, они именно умножить веру захотели, да, они умножить, больше хотели, да. Он нам говорит, что вот, хотите больше веры, больше смирения. Больше веры, больше смирения. Аминь. Последний враг. Невежество. Ну, в принципе, мы об этом говорили много. Последнее время, да, даже вот взять тему откровений, это, в принципе, об этом. Да, мы опять приходим к тому, что все в слове. Аминь. Вера от слышания, а слышание от слова Божьего. И, действительно, вера, это не просто вот, как мы говорим, я верю и все, что Бог сделает. Но верующий человек, он человек думающий, он человек учащийся, он человек знающий, да. То есть, нам действительно нужно, ну, в вере нужно знание и правильное знание. Она не на пустом месте и не из пустого. Иисус знал хорошо Писание, апостолы знали хорошо Писание. Павел был вообще просто лучший. Про Павла вообще говорили, Павел, большая ученость свела тебя с ума. Потом он говорит, принесите мне книги, особенно кожаные. Да, то есть, мы видим, что вера нуждается в развитии. Вера нуждается в правильном знании. Знаете, мы, действительно, должны понимать, в кого мы верим. Да, и как верим, и так далее. Поэтому, не нашел этот стих, но неважно, да. Народ гибнет из-за недостатка ведения. Бог говорит то, что Бог хочет больше, нежели жертвы Бога ведения. Бога ведения, да. Знание Бога, знание о Боге. Потому что, ну, мы Богу познаем все равно через знание о Нем. Да, мы вот. Притча 14 глава, 18 стих. И когда у нас есть неведение или невежество, мы начинаем быть суеверными. Откуда вот эта вера во всякие, ну, фигню давайте назовем. Просто вот, есть всякая фигня. И люди склонны верить во всякую фигню просто. Там сказали, действуй. Ну, просто сами представьте, там кости привезли. Я не знаю. Руку варенью вдали. Ногу там какую-то сухую. Дерево надо идти обнимать три раза. Там, я не знаю, пеньку какому-нибудь поклоняться. Там и так далее. Но вот куча, куча суеверий, которые вот... И вот эти суеверия, они в принципе легко разрушаются чем? Ведением и Словом Божьим. Просто пониманием, чтением Слова Божьего там вот все ясно становится. Как молиться, да? Как мыслить? Во что верить? Почему Бог мне что-то даст, а почему не даст? Да? Мне не нужно что-то дополнительное, что-то вот ерунда какая-то. Но люди... Ну и вы посмотрите на людей, которые, да, не слышат Слова Божьего, не ходят в церковь, или ходят в какую-то церковь, где нет особо ведения, их вот вводят там как угодно, и они верят во все, что не походе. Приметы верят тоже, да? Приметы продолжаете верить, нет? В зеркало посмотрят. 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 Опять же, какой смысл вкладываем? Да. То есть если это твоя молитва, а если это мантра, то я бы не советовал. Я же поэтому и говорю, что выучи еще какой-то Псалом, выучи еще какое-то слово. Господь со мной, Господь пасторь мой, ни в чем не буду нуждаться, чуть-чуть больше и так далее, все это в принципе заученное должно нам помогать, поэтому я говорю, что Бог с нами не потому, что мы какие-то вещи делаем или не делаем, соблюдаем или не соблюдаем. Павел когда-то тоже проговорил про это, кто-то что-то ест, кто-то не ест, кто-то соблюдает праздники, кто-то не соблюдает. Он говорит, ребята, это все не важно. Важно вот Господь, Иисус Христос, важно причастие, присоединение к Нему, размышление о Нем. И то вот даже причастие, оно важно, чем, что мы размышляем. Мы сегодня будем принимать причастие, но мы перед этим размышляли. Размышляли о вере, о Иисусе Христе, о том, что Он сделал, да, то, что мы вот некий духовный объем такой употребляем. И поэтому вот я говорю, невежество, это такой сильный враг веры. И невежество еще, оно, знаете, как работает. Не то чтобы, почему вот нужно читать Библию постоянно, в Библию, в церковь ходить постоянно, проповеди слушать постоянно, потому что мы еще имеем такую способность забывать. Знаете, знания, они когда-то получены, если ими там не пользуются, если их не обновляют, если их не практикуют, они просто забываются. И все. И есть такая способность. И поэтому можно забыть о каких-то вещах. И это почти то же самое, что ты не знаешь. То, что ты не пользуешься. Притча 14 глава, 18 стих. Невежды получают в отдел себе глупость, а благоразумные увенчаются знаниями, а вот, глупо быть невеждой. Глупо отказываться от знания. В Библии все есть. И нужно понимать, что основное знание, оно там. И нужно на этом строить и от этого развиваться. И есть еще такая вещь, как неполная картина. Это очень тоже такая печальная штука. То есть, картинка есть, знания есть, но неполная. И вот для меня это пример, один из моих любимых примеров, это когда Павел был в Ефисе. Давайте откроем Деяние, 19 главу. Почему я об этом сейчас говорю? Вроде как и говорили об этом, и когда про крещение Святым Духом говорим, и про водное крещение говорим, но все равно еще раз хочу говорить. Потому что для меня это стало одним из моих любимых мест Писания. Как апостол Павел разобрался там именно как раз вот с неведением. То есть, люди были верующими, но не имели полноты. Именно из-за своего неведения. Во время пребывания апостола в Коринфе, Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефис. И, найдя там нескольких учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа у веров? Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, во Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не сшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Вот в Ефисе были ученики, когда туда пришел Павел. До Павла туда приходил Аполлос, знаменитый проповедник, который проповедовал половину Евангелия. И здесь, в 18 главе, с 24 стиха я прочитаю. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый, сведущий в Писание, пришел в Ефис. Он был наставлен в начатках пути Господня, и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоанна. Он начал смело говорить в синагоге, услышав его Акила и Прескила, приняли его, и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахарию, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он много содействовал вершим благодатью. Ибо он сильно опровергал иудеев, всенародно доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Вот Аполлос, он потрудился в Ефисе, там получились ученики, и потом Аполлоса встретили Акила с Прескилой, и было написано так, что он очень круто проповедовал, он горел духом, но был наставлен только в начатках пути Господня, зная только крещение Анны. Он проповедовал Иисуса. Он, вот здесь написано, доказывал писаниями, что Иисус есть Христос. Но из-за его неведения, из-за его невежества даже, так сказать, он не проповедовал полностью путь. Другими словами, я бы так сказал, вот то, что я говорил, что христианство, дай Бог, он нас не только из Египта вывозит, но в землю обытованную вводит. Он не только нас покаянием спасает, для жизни вечной, но и Духа Святого дает. И вот это мы не должны забывать. Вот здесь мы не должны быть невежественными, потому что много раз я понимаю, что мы забываем про полноту, что мы действительно получаем Дух, и мы должны научиться этим пользоваться. Мы должны научиться пользоваться дарами, мы должны узнать свои дары, мы должны пребывать в полноте. И иногда об этом забывается. И вот смотрите еще. Галатам, давайте откроем третью главу. Со второго стиха. Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили Духа, или через наставление веры? Так ли вы несмысленны, что начав Духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многие потерпели вы, неужели без пользы? Ну если бы только без пользы. Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона себя производят, или через наставление веры? И вот здесь Павел два раза использует вот это выражение. Наставление веры. Наставление веры. Что мы Духа получаем через наставление веры. Именно вот через понимание, через знание, через проповедь. То есть думая об этом, размышляя об этом, зная это. То есть вот какую я здесь хочу показать проблему с учениками в Ефисе. Что Бог действует в твоей жизни на основании твоего знания. Если ты не знаешь о чем-то, что тебе даровано, насколько тебе это даровано, и что тебе принадлежит, то ты этим и не пользуешься. Вот эти вот ученики в Ефисе, они были христианами, но Дух Святой на них не сошел, пока они об этом не узнали. Пока они это вот, ну, не осознали. Пока они вот туда не приняли в себя. И точно так же было с Аполосом. Горел Духом, проповедовал Иисуса Христа. Был такой очень хороший баптист. Горячий. Но его встретили пятидесятники и объяснили ему. Акила и Прескила. И, ну, не просто, наверное, ему было в какой-то момент, но с другой стороны, да, ему сказали, что, слушай, ну, он не только вот ушел, он не только простил нам наши грехи, но он нам Духа послал. И вот, ну, я говорю про Духа, да, и полноту Духа, когда мы в это входим, как бы про землю обетованную. Потому что для того, чтобы войти в свои обетования, войти в свое, нам нужен Дух. Чтобы знать дарованное нам, да, от Духа. Мы приняли Божьего Духа, чтобы знать дарованное нам. Поэтому то, что мы говорили, апостол Павел за Ефесян молится. Помните как? Первая глава, 17 стих. Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил лучше сердце ваше, дабы вы познали, в чем стоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых. Да? То есть вот нужен Дух, нужно откровение, нужно назидание в вере для того, чтобы все это принять. Если нет назидания в вере, если нет твоего собственного поиска, желания это понять, желания это узнать, стремление как бы к этому, то ты и не будем не узнаешь, просидишь. Просто вот... Поэтому христианство это как высшее образование. Мне однажды такая фраза понравилась, я действительно это вижу. У меня до сих пор нет высшего образования, но я помню еще там 10 лет назад люди, которые со мной общались, там вдруг человек со мной общался там долго и говорит, у тебя нет высшего образования, я всегда думал, что у тебя высшее образование. Замка очень на высшее. Далеко-то он закончил. Ну, не важно. Ну, вспомните, когда там... Петр и Иоанн, они свидетельствовали, да, разговаривали о Христе, и фаисей сказали, они удивлялись тому, как люди говорят, как грамотно они говорят, как хорошо они себя ведут, что они удивлялись, что они люди не книжные, но они потом вспомнят, что они ходили за Иисусом, и у них дошло. Да, не дошло. Поэтому, вот, ну, вера, это не просто вот, я верю в чего-то, и вот, все, я верю. Вера нуждается в правильном знании, в правильном понимании, да, в правильном откровении, в размышлении, что вот, ну, действительно, нам есть на что положиться. Я знаю, в кого я уверовал. Я знаю, как Бог ведет. Я знаю, что если меня Бог забрал, то Он знает, куда меня привезти. Аминь. Через что? Через то, что Он мне дает Духа. Аминь. Вот, понимаете, вот я знаю этот процесс. И тогда, ну, как бы, я знаю, как верить. Я понимаю, как верить. Я не просто, как слепой котенок такой, во что-то верю, непонятно, во что верю. Нет, я верю в Иисуса Христа, подающего мне Святого Духа, который дает мне мудрость, который дает мне силу, который дает мне самообладание, да, ибо вы приняли не Духа боязни, но Духа силы, любви и самообладание, и целомудрие, да. То есть, как бы, Бог все дает мне через Дух. И вот это самая важная часть, именно получать Духа верою. То, что здесь Павел пытается напомнить галатам, что вы приняли Духа через наставление в вере. Поэтому вы понимаете, что, ну, вы получаете этого Духа уже. Это не всегда то, что ты будешь чувствовать Его Духа. Ты иногда должен просто знать, что у тебя есть Его Дух. Аминь. Именно знать. Потому что ты будешь знать, и ты будешь верить, что, ну, я же Его, я же Его принял. Дух-то есть, Он же не заберет у меня Его опять. Зачем Его забирать? Это Его желание мне Его дать. И я прохожу свое непростое время, да, именно вот в этих моментах, да, не сомневаясь, борясь с сомнениями, отвергая страх, борясь со страхом, борясь с гордостью, чтобы не присваивать себе того, что делает Бог, и наполняя себя Словом Божьим. Что я знаю, в кого я уверовал. Я знаю, что Бог силен. Я хотел еще вот такой вам про гордость. Просто забылось у меня. Эксперимент вам сделать. Просто вас спросить. Если я тебя спрошу сейчас. Ты гордый? Что ты ответишь? Горда. 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 А? И при мне тогда ты ночную гордость. Умеете уже, знаете. Я помню, у меня, как был Новик, и меня спросил, хорвата, резко так, ты гордый? Нет. И потом я ходил, морочил голову. А как правильно нужно ответить? Мне хотелось ответить правильно. Но я ответил, как я ответил, как я думал, но зато это дало мне определенные мысли. Мы действительно гордые. И вот, ну, если мы... И опять же, да, вот, я и хочу здесь дать преимущество знания, да, ведения. То, что вот мы в назидании веры это узнаем, что мы гордые. Мы как бы рассматриваем себя через Библию и соглашаемся, что да, я гордый. И тогда, я говорю, я гордый, Бог, помоги мне быть смиренным, помоги мне быть не гордым. Вот, и я говорю, что мы должны уметь верить, знать, как верить, знать, как противостоять сомнениям, да, знать, как, что страх не нужно допускать, гордость нужно от себя подальше отгонять и пребывать снова. Аминь. Спасибо.